МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если он накапает периодически, наполняет вот этот черпачок, то он сейчас сам сделает такой флинт. Шик и красота! Мини-сауна в квартире почему бы и нет? Изначальный план дома позволил хозяину Антону осуществить и давнюю мечту. И перепланировка даже не потребовалась. По проекту застройки в этой просторной квартире значатся два санузла. Это отдельная комната, в которой сделано утепление стен. Сделано, естественно, полы, как в помещении в сантехническом. После физтренировок и выхолачивающих будней это настоящий релакс-кабинет, да и дети благодаря домашней баньке здоровее растут. Обита она осиной, естественно, с утеплителем, пароизоляцией. Ремонт обычной ванны, это, наверное, все-таки дешевле. Если подходить к качеству, осина – это же все дорогое. Под уникальный нагревающий элемент предусмотрена отдельная проводка, как под обычную печь. Кто-то для создания таких нестандартных комнат нанимает мастеров-одиночек. Кто-то обращается в многопрофильные компании, владелец одной из которых – Виктор. Говорит, и кабинет на балконе, и лестница, шкаф, и ванная в спальне – все возможно. Все зависит от пожелания заказчика, от его возможностей и полета фантазии, скажем так. Вот мы, допустим, решили сделать уютный уголок в нашей квартире и сделали такой небольшой камин. Камин на девятом этаже – мечта. Пенобетонные блоки снижают нагрузку на перекрытие. Топочная часть из огнеупорного кирпича, фасад из декоративного камня. Дымоход выведен через чердачное помещение. Сейчас не каминный сезон, и топка прикрыта. Зимой на Новый год мы очень часто ожирили и шашлыки, и камин. Дом в квартире? Конечно. Но установку камина была потрачена 35 тысяч рублей. Совсем не секрет, что подобные интерьерные решения могут стать объектом вожделения не только ваших гостей, но и предметом пристального внимания служителей домовых хозяйств. Юристы поясняют – действительно, любое изменение в планировке должно быть согласовано. Статья 29 ЖК об этом подробно рассказывает. Данное безответственное поведение граждан, которые делают перепланировку, не согласовывая ни с ним, влечет очень серьезную ответственность. Значит, первое – это крупный штраф, который регламентирован административным кодексом. И второе – это вплоть до того, что продать квартиру с торгов, вернуть деньги владельцу за дочетом, чтобы вернуть первоначальное состояние данной объектной движимости. Раньше с узакониванием видоизмененной квартиры было проще. Документы и заявления подавались в департамент городского хозяйства. Сейчас юристы советуют решать такие вопросы исключительно через суд. Ну, естественно, вы должны обоснование в суд представить, соответственно, право собственности квартиры, технические документы, все заключения, квитанцию о госпошлине. И когда решение вступит в силу, вы должны с тем решением идти в органы БТИ, они зарегистрируют, выдадут вам кадастровый паспорт, поставят на кадастровый учет, и вы идете в регистрационную палату. Не перерегистрированную квартиру вы в случае чего не сможете продать или передать по наследству. Но не все так страшно, и не стоит отказываться от мечт под гнетом бумажных хлопот. Но это не так дорого. Перепланировка квартиры, вот у меня в руках, как раз есть вот случай, когда человек все взял и сделал по закону. Здесь есть и решение администрации города Красноярска, департамента городского хозяйства по перепланировке. Здесь непосредственные все чертежи по перепланировке квартиры. Логично, что площадь квартиры вашей при этом никак не меняется. Вы собственник, вы вправе делать, что хотите. Теоретически. В первую очередь, собственник, конечно, перед самой перепланировкой должен обратиться в управляющую организацию. Почему? Потому что она обладает технической документацией на дом, технической документацией на квартиру. Помните о правилах пожарной безопасности. Обходите стороной несущие стены, и все у вас будет хорошо. Да и о соседях забывать не будем. Нам с ними еще жить и соль делить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...